И вот свидетели, очевидцы трагедии рассказывали, что они со своих домов, с крыш, с чердаков, будучи детьми, смотрели, как вот эта целая огромная-огромная яма дышала еще полуживыми людьми, и кровь, которая текла просто рекой, она доходила до самых их домов. Субтитры создавал DimaTorzok Незважаючи на деякі різні специфичні риси, тим не менше політика в окупованій Україні, антиромская політика, вона врешті разводилася до вбивства ромів. И это происходило переважно таким образом, что ромов не депортировали в каких-то табори смертей, в Аушвиц, например, такого не было. Власне, на местах и происходили. И так происходило и в райском министреатии Украины, и в зоне Левобережной администрации. Это то, что современные историки называют «Голокост от пуль». Фашисты раздевали людей, и голых вели их в яр, стреляли там, и получается, яма, вот сама яра, была заполнена полностью трупами и кровью. Фашисты раздевали людей на грузовых машинах, загрузили семью в эти машины. И, по всей видимости, забрали в Бабий Яр, и там расстреляли. На тот момент моя мама была замужем, и самый старший брат был женат. Поэтому они жили отдельно. Вот благодаря этому только они остались живы, что их не было дома. В этом районе было расстреляно 4 цыганских табора в первые дни оккупации Киева. Но точное количество людей сказать мы не можем, поскольку на то время документов Ромы с собой не носили. Они вели кочевой образ жизни. И в одном таборе могло находиться как от 50 человек, так и до 300. Эти убийства начались почти одновременно по очень большей территории. И это показывает, что не только наказы с горы и то негативное ставление до Ромов, как и Берлине, кто-то из Верховного нацистского керевництва, а и позиция местных руководителей была очень важной в решении того, что делать с Ромами. И в большинстве случаев, в большинстве случаев, в большинстве мест, они выбрали самореализовать наиболее радикальную политику щодо них. То есть не просто их изолировать, не просто их дискриминовать, не просто их использовывать на промышленности, а убить. Это больно, когда близкие люди уходят. Тем более не естественной смерти. Я не могу сказать, что после 75 лет трагедии Бабиного Яру ситуация очень изменилась на лучше. Сегодня у нас, на жаль, есть переследования и напады на ромов, на ромские поселения, на ромские родины або окременно на людей. Они только из того, что они есть ромского походжения. Иснует много различных видов дискриминации щодо ромов в Украине. И это дискриминация, например, в доступе до освяти, в працевлаштуванні. Мы должны сделать все, чтобы антирумские стереотипы, чтобы стосовно будь-якой группы, будь-якого народа, стереотипы за Бабони не играли основную роль, не переважали, чтобы они не распространялись. Потому что в мирные времена эти стереотипы сплят, они латентно существуют. Но если наступают времена, 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 безладдия и отсутствие влады, то эти стереотипы всплывают на поверхню и начинают, на жаль, визначать поведенку одной группы стосовно другой группы. И это наибольший важный урок, который, на мою думку, можно вынести из этой истории геноцеда ромов. Во время любых тяжелых событий, которые происходят, люди держатся вместе, и так они становятся сильнее. И сегодня, конечно, мы хотели бы многое изменить, особенно отношения к нам. Наша общая история, она помогает нам находить точки соприкосновения, чтобы двигаться дальше. Это очень важная часть нашей идентичности.